Поделились жилищно-коммунальным опытом депутаты Самарской гордумы. Специалисты коммунальной сферы отправились в Новокуйбышевск. Работу общественных советов микрорайонов и управляющих компаний города-спутника поставил в пример Николай Иванович Меркушкин 27 июня этого года на совещании, посвященном качеству услуг ЖКХ. Вместе с думской делегацией Новокуйбышевск посетила и наша съемочная группа. Дом образцовой культуры быта. Без тени иронии говорят гостям из Самары о своем жилище, обитателям многоэтажки номер 46 по улице Дзержинского. Благоустроенные клумбы, радующие малышню обилием аттракционов детская площадка – все это во многом результат усилий самих жильцов. В Новокуйбышевске удалось добиться максимального участия собственников жилья в управлении своими домами. Здесь давно уже поняли, считать, что мне кто-то что-то должен – не самая конструктивная позиция. У нас город небольшой, он компактный. И вот это взаимодействие, какое-то соседское взаимоотношение, соседей между собой, оно как раз подталкивает всех на благоустройство, на хорошее содержание дворовых территорий, на то, чтобы дворики были чистые, как уже было сказано, все выходят на субботники, и старый мал, и помогает городу благоустройству. Всего в Новокуйбышевске 820 многоквартирных домов. Это, как быстро подсчитали участники выездного совещания, сопоставимо с числом домов в железнодорожном или октябрьском районах Самары. Каждый район областного центра сегодня – самостоятельное муниципальное образование, где создано 355 общественных советов микрорайонов. Так что именно сейчас опыт Новокуйбышевска имеет благодатную почву для развития его губернской столицы. Самара немножечко должна сдвинуться вперед. Общественные советы микрорайонов у нас работают всего несколько месяцев, поэтому нам очень важно было посмотреть опыт Новокуйбышевска. Новокуйбышевск уже работает пятый год в системе общественных советов микрорайонов, и нам, конечно, этот опыт очень полезен. Кол-центр – еще одно решительное слово новокуйбышевцев в деле борьбы за благоустройство и чистоту родного города. Сюда стекается вся информация о неполадках в сфере ЖКХ. Допустим, у человека прорвало трубу. Человек звонит к нам в кол-центр, заявка принимается и незамедлительно направляется на службу. То есть в зависимости от времени суток – либо аварийная служба, либо управляющая компания. Организация, обслуживающая или аварийная служба, заявка наша принимается в работу. И далее мы уже контролируем ход исполнения. Кол-центр работает с 2014 года. В среднем в сутки сюда поступает около 150 звонков. Создание такого центра Самаре еще только предстоит. Наработки города-спутника помогут и в этом случае. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев. Новости губернии.